Мы собрались сегодня здесь для открытия пятого ежегодного молодежного лагеря по вопросам миграции и противодействия торговыми людьми. Я рада отметить, что с нами сегодня 18 молодых людей из Республики Беларусь, у которых будет возможность в течение недели ознакомиться с вопросами миграции и связанных тематиками. За лагерем сижу уже очень много лет. Не знаю, с открытия, возможно, этого проекта и наконец-то пришел тот момент, когда я здесь оказалась. Надеюсь, что я вынесу для себя много нового, получу новые навыки, новые знакомства. Сегодня у нас также была возможность узнать о медиаграмотности, о том, какие соцсети наиболее популярны в Беларуси и вообще по всему миру. И я с нетерпением жду того, что же лагерь преподнесет нам в последующие дни. Сегодня у нас второй день лагеря и первой сессией у нас была сессия ВОЗ. Представителем от ВОЗ был Вячеслав Гранько. Второй сессией у нас был представитель Управления Верховного Комиссара по делам беженцев Александр Яценко. Он нам рассказывал про кто подпадает под категорию беженцев, про мандат Управления Верховного Комиссара по делам беженцев. Также после теоретической части у нас был практический блок, в который мы рассматривали различные кейсы. Сегодня у нас была сессия с представителями UNICEF. Сессия была достаточно интересной, потому что было много интерактива. Мы начали с дебатов. На последнюю сессию к нам приезжал специалист из ПВТ, который нам рассказывал про кибербезопасность и рассказывал о том, как защитить свои личные данные. С нетерпением жду новых дней, новых сессий и новых экспертов и новых впечатлений. Сегодня первую половину дня мы провели с UNICEF и в первую очередь мы говорили не только про саму болезнь ВИЧ, а также про людей. Мы говорили про то, как правильно строить диалог, про то, как правильно вести себя в обществе по отношению к таким людям. Вся информация была подкреплена большим количеством активностей. Мы создавали свои собственные проекты, мы изучали какую-то практику, сами истории, поэтому все это останется глубоко в нас еще надолго. Сегодня во второй части дня у нас было две сессии с UNFPA и ProOwn. Насчет сессии UNFPA мы поговорили про гендер, пол, про различие этих двух понятий. На второй же сессии ProOwn мы поговорили про устойчивое развитие, какие цели и задачи стоят перед всеми государствами. И я с нетерпением жду новых сессий уже завтра. Сегодня нам организовали такой формат, как живая библиотека. Рассказывали истории, связанные с торговлей людьми и абьюзивными отношениями в семье. Для меня это был первый опыт участия в таком проекте. Мне очень сильно понравилось, потому что я видела, как это влияет на людей. 20 минут разговора с человеком, который оказался в сложной жизненной ситуации, как это влияет на их дальнейший образ мыслей. И я уверена, что теперь они несколько раз подумают, прежде чем совершать опрометчивые поступки, и уверенно помогут тем людям, которые нуждаются в помощи в таких же ситуациях. Сегодня у нас четвертый день, один из самых креативных дней, потому что мы учились делать свои собственные проекты. Во-первых, мы научились систематизировать все то, что нам понадобится для их создания, то есть банально анализировать, определять целевую аудиторию. Сегодня мы научились наши проекты создавать, а завтра мы будем их показывать. Сегодня мы представляли социальные проекты, направленные на противодействие торговли людьми. Темами наших проектов были безопасное путешествие за границу, безопасное трудоустройство, также ненасильственная коммуникация и противодействие торговли людьми. Я думаю, сегодня каждый из нас нашел свой собственный ответ на вопрос, что мы лично можем сделать для противодействия торговли людьми. Сегодня к нам приехали ребята из Nota Kitchen. Мы прослушали очень полезную лекцию и затем применили свои знания на практике. Нам предстояло снять социальный ролик. Мы разделились на три группы. Каждые из команд должны были снять с нуля, полностью воссоздать ролик. В целом все пять дней были уникальными и очень полезными для каждого из нас. И это то место, которое мы будем вспоминать с теплом и куда хочется вернуться. Сегодня пятница, это значит, что подошли к концу наши пять супер насыщенных дней. Ввиду того, что я познакомилась здесь с большим количеством интересных эрудированных людей, мои глазки загорелись. Мне теперь очень хочется реализовать все то, что мы здесь с коллегами и коллежанками придумали. Мы будем стараться превратить все наши проекты в жизнь. Лагерь «Изучай, действуй, поделись», посвященный проблеме торговли людьми и тому, как ей противодействовать. Подарил мне прочную теоретическую базу. Помог найти демномышленников для разработки и реализации своего проекта по борьбе с торговлей людьми. А также вдохновил в дальнейшем заняться этой очень сложной, но важной для всего мира и общества проблемой. Не только в рамках социальной деятельности, но и научной. Спасибо Международной организации по миграции за предоставленную возможность. И я рада, что стала частью этого лагеря. Летний лагерь «Изучай, действуй, поделись» – это уже традиционная инициатива Международной организации по миграции в Беларуси. В рамках нее мы собираем талантливых молодых людей, рассказываем им о проблеме торговли людьми и помогаем взглянуть на нее через разные смежные вопросы, такие как гендерное равенство, общественное здоровье, вынужденная миграция и многие другие. Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает жизни миллионов людей по всему миру. Она происходит повсеместно, а пандемия COVID лишь увеличила риски попадания в ситуацию эксплуатации и сделала положение пострадавших от торговли людьми еще более сложным. МОМ придает большое значение вовлечению молодых ребят в борьбу с торговлей людьми. Мы убеждены, что именно молодежь способна предложить те самые креативные, нестандартные способы для решения глобальных проблем человечества. Мы ставили перед собой цель за пять интенсивных дней, полных мастер-классов, тимбилдинговых активностей и встреч не только осветить проблему торговли людьми с разных сторон, но и воодушевить ребят действовать и делиться полученными знаниями. И мне кажется, у нас это получилось. Мы очень рады, что к нашему сообществу выпускников прибавилось еще 18 талантливых ребят. Стоит сказать, что выпускники предыдущих годов лагеря поставили довольно высокую планку. Они провели мероприятие по противодействию торговли людьми для более чем 4 тысяч своих сверстников. Сейчас же мы с нетерпением ждем результатов работы выпускников этого лагеря. Наш лагерь не мог бы состояться без поддержки Агентства США по международному развитию USAID. Мы также благодарим все агентства ООН, работающие в Беларуси. Благодаря нашему ежегодному сотрудничеству мы смело называем нашу инициативу совместным проектом ООН. Мы очень рады, что ежегодно к нам присоединяются и частные компании. Это Лигатура Бел, Нота Китчен и ЕПАМ, а также наши партнеры из числа общественных объединений.